Что же я наделал? Я ведь не виноват, что так скоро наступил вечер. А сколько ты ёлку выбирал? А дома сколько возился? Вот придётся из-за тебя в лесу ночевать. Что ты испугался, Мишка? Ведь ребята сегодня придут, надо искать дорогу. Кевин, тебе что, неинтересно, куда ты пошёл? Мам, ну продолжай читать. Нам со Слади интересно. Если ему неинтересно, то пусть и не слушает. Вот чё ты маму расстроил? Мне было очень интересно. Мам, мне просто кажется, что я какие-то звуки слышу наверху. Как будто бы там кто-то ходит. Я тоже слышал пару стуков. Но у нас четвёртый этаж нежилой. Никого там и быть не может. Да, мам? Коты, это же законы физики. Днём на солнышке крыша нагревается. А ночью, когда начинает остывать, издаёт вот такие вот потрескивания. Мам, к таким потрескиваниям мы уже давно привыкли. Но тут совершенно другой звук. Будто какие-то шаги наверху. Неужели вы не слышите, как кто-то топает? Нет, я вроде бы ничего не слышу. Кевин, почему именно в тот день, когда мы остаёмся ночевать без папы, ты начинаешь меня пугать? Ты же знаешь, как я боюсь всякой мистики. Мам, да это никакая не мистика. Это звуки чисто человеческие. Шаги. Ещё лучше. То есть у нас в доме не привидения, а полноценный человек. Ладно, Кевин, давайте перестанем об этом думать и лучше всё-таки дочитаем ту историю, что там будет с Мишкой и ёлкой. Нет, ну звуки правда какие-то есть. Да, как будто бы пол скрипит. Я вот сейчас тоже отчётливо это услышал. Так, сверодети, давайте рассуждать логически. Мы, когда уходим из дома, дверь всегда закрываем на замок. Значит, пробраться в наш дом, пока здесь не было нас, никто не мог. Второй момент. У папы наверху очень много вещей лежит. Его коллекционные коробки, фигурки. Может быть, просто что-то попадало? Или как-то неудобно лежит? Баб, может, хватит себя успокаивать? Чётко же слышно. Кто-то ходит. Кто-то в нашем доме есть. То есть вы трое уверяете меня, что в нашем доме кто-то есть и так спокойно к этому относитесь? Баб, а знаешь, что надо делать, чтобы сто процентов не бояться? Нужно пойти и проверить. Убедиться, что там никого и спать спокойно. Сладун не хотела это признавать, но ты действительно прав. Ладно, давайте попробуем забраться на чердак. Я уверена, что там никого, зато мы точно все успокоимся, дочитаем книгу и ляжем спать. Идём. Мам, я, наверное, с вами не пойду. В комнате посижу. Мам, тут всё готово. Стул стоит. Субтитры сделал DimaTorzok Алло, зая, привет. Да, привет, зая. У нас, кажется, проблемы. Ты не можешь приехать сейчас? Ой, пока нет, я ещё не закончил здесь. Просто у нас, кажется, кто-то поселился на четвёртом этаже. Чего? Ты меня пранкуешь, что ли? Нет. На чердаке какие-то звуки. Коты весь вечер слышат, что там кто-то ходит. А сейчас я попыталась туда заглянуть и... Как будто бы кто-то посмеялся. Да никого там нету. Чё ты придумываешь, зая? Кто может посмеяться у нас на чердаке? Там только если из коробок кто-нибудь моих вылетит. Зверопапа, это не смешно. Я говорю тебе на полном серьёзе. В нашем доме кто-то есть. Почему ты, как всегда, не веришь? А, подожди, точно. У меня же там коробка с пеннивайзом. А, нет, подожди. Он дома у меня стоит на витрине. Зверопапа, это не смешно. Пока. Ну чего, мам? Как всегда, не поверил, да? Нет, Билли, не поверил. Ещё я начал шутить, что это его фигурки там из коробок вылезают. Знаешь, мам, я чё подумал? Может, мы к тётюлю без дяди Лёни уйдём? Ночевать. Билли, идея просто супер, но они как раз вчера уехали в Москву. И вернутся только завтра, как раз когда и вернётся наш папа. Так что смысла в этом никакого-то. Ой, какая страшная штука на меня смотрит. Кажется, зря я когда-то зверопапе дала добро коллекционировать все эти ужастики. Уже начинаю немного верить, что какая-то из его фигурок ожила. Мам, да ладно. Это ты уже сочиняешь. Фигурка ожила. Это ж тебе не фильм ужасов, а реальная жизнь. Знаешь, Билли, когда ты находишься в полном шоке, что в твоём доме есть кто-то кроме тебя, и не такое придумаешь. Слушай, я вот что подумала. Есть ли какое-то зло здесь внутри, на нашем чердаке, и может оттуда выбраться? Может быть, нам нужно просто покинуть дом и, например, переночевать эту ночь в палатке? Тогда сто процентов мы будем в безопасности. А дом мы закроем на ключ, чтобы оно осталось внутри. О, мам, да это ж супер идея. Плюс я обожаю ночевать в палатке. В ней так уютно. Пойду котам расскажу. Эй, коты, а вы где все? Кевин, Сладун. Кевин, я тебя уже потеряла. Думала, вы сбежали куда-то. А Сладя где? Сладя. Баб, да я тут, под кроватью. Просто звук какой-то услышал наверху и сплятался. Сладун, давай вылезай. Мы переезжаем жить в палатку на эту ночь, пока не вернется зверопапа. Потому что в доме, мне кажется, оставаться как-то небезопасно. Давайте, собирайтесь скорее, а я пока пойду соберу нам палатку. Очень рад, конечно, что мы в безопасности, но что мы будем делать здесь целую ночь? У нас ни еды, ни воды, вообще ничего нет. Сладя, зато здесь нет никаких монстров. И никто не топает над твоей головой. Можно спокойно поспать. Коты, да ладно вам, всего одна ночь. И зверопапа уже приедет. Давайте просто ляжем спать сегодня пораньше и не будем ни о чем думать. Мам, да рано еще ложиться. Дай мяч, пожалуйста. Да, Билли, он как раз был где-то здесь. Держи. Билли, ты мне спать мешаешь со своим мячом? Прости, Кеф, у меня настроение хорошее, спать не хочу. Я обожаю ночевать в палатке. Мам, кидай. Билли, ты действительно кем мешаешь? Чей мячик? Чей это мячик? Чей мячик? А? Чей? Тихо. Как будто бы дверь какая-то открылась. Откуда это? Мам, а ты дверь-то в дом закрыла? Ты же сказала, что надо закрыть дверь, чтобы с чертака никто не выбрался на улицу. Нет, Билли. Не закрыла. Я хотела запереть преступника в доме и не закрыла дверь. А что, если он вышел за нами и ходит где-то по участку? И теперь мы вообще не в безопасности. Мы находимся в палатке посреди участка, а он гуляет где-то там. Мама, суть того, что мы переехали в палатку, была в том, чтобы закрыть его в доме. Как ты могла забыть? Да-да, Кевин, я это понимаю. Но мы так спешили, что мне даже в голову не пришло какую-то еще дверь запирать. Ладно, зверодети, давайте договоримся. Эту палатку мы покидать не будем. Я сейчас позвоню зверопапе и попрошу его срочно приехать, если он мне, конечно, поверит. Аппарат оппонента выключен? Баба, что это такое? Мама? Мамочка? Что-то трогает меня за палаткой. Прямо прикасается ко мне. Кевин, сядь сюда. Мама, что делать-то будем? Не знаю, Билли, кажется, я сделала только хуже, тем, что мы вышли из дома. Мам, ну логично, что если он был дома, мы покинули дом и не закрыли его, он вышел на улицу. И чтобы теперь нам быть в безопасности, нам надо пробраться обратно в дом. И запереться в этот раз изнутри. Зверодети, я буду по одному относить вас в дом. Ни звука. Заходи, Билли, заходи. Билли, заходи скорее. Билли, заходи. Билли, заходи. Мамочка! 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 Он пришел в нашу палатку! Зачем ты вышел из палатки, берегой? Куда он делся? Иди около моей ноги. Пошли! Пошли! Мама, мне страшно! Коты, надо забрать котов! Бегом, 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 бегом! Кевин, девочка, миленький! Мам, куда дальше? Бежим! Ко мне! Иди сюда! Быстрее ты что-то! Илья! Илья, быстрее! Идем! Уходим! Миша! 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 Сладя, ты испугал меня. Где ты был? Баба, я прятался под машиной, и он бежал за мной. Идем скорее. Я нашла нам более безопасное место. Ждите меня здесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok